Меня зовут Степан Озеров, я играю в футбол за командой ничего обычного. Ну, собственно, я и стал невольным инициатором этого инцидента, который произошел на футбольном поле. Именно я подхватился под Романа Широкова и вызвал эту реакцию, которая, собственно, вылилась во все это. Ну, сегодня я в качестве свидетеля здесь, но так получилось, что меня даже не успели опросить. Время заседания завершилось, и, к сожалению, в следующий раз я уже не приду. Ну, расскажите тогда, если уж не сидит у нас, что вы видели и что вы думаете по этой ситуации? Ну, и что я видел? Я видел своими глазами, как Роман Широков нанес удар судье. Вы тоже все это прекрасно видели на ролике, который облетел весь интернет. Естественно, эта реакция не может вызывать никакой поддержки. Вот, Роман не прав, он сам это прекрасно понимает. Что еще можно сказать? А вы можете поконкретнее сказать, что происходило в этом моменте? Может быть, вы слышали? Что он говорил в этом моменте? Что говорил Никита? Может, вы не хотите сказать? Ну, естественно, Роман пытался оспорить это решение судьи. Он был убежден, что стоило поставить там финанси. И вполне возможно, я допускаю, что там финанси был. Но это не имеет никакого отношения к эпизоду, потому что в любом случае футболист, особенно футболист с таким именем, не должен был себя так рискнуть. И после того, после этого его несогласия с решением судьи, он подошел к нему и начал рассказывать свое мнение небесприятное. Что конкретно говорил? Ну, он обзывал, оскорблял его. Как? Я не помню, честно говоря, уже конкретики. Но что-то, естественно, нецензурной формы. После чего Никита показал им красную карточку. И Роман нанес эти слеполосные удары. А Садья что-то говорил в том эпизоде? Так, ну вот, Роман все расскажет вам подробно. Спасибо. Что вы делаете? Как оно и не всех свидетелей просили сегодня? И чем оно вообще? Всех, кто был. Чем закончилось заседание? Перемосом на следующую неделю. Ну и в каком сегодня вообще настроении? Ничего ожидали от своей шлифы? Ну, ничего не ожидал. Ожидал допрос свидетелей. И вот это и произошло. Согласны с этими показаниями? Других и не может быть. А что скажете по поводу того, что господин Провинский теперь участвует в этом деле? Насколько это необходимо? Не знаю, если необходимо. Они его вроде привлекали в качестве того, чтобы рассадку устаканил в зале сюда. Наверное, со своей задачей справился. Ну нет, они теперь говорят, что так же это третий адвокат. Он не может быть адвокатом, потому что он лишен статуса адвоката. Это пенсионер-юрист, который его привлекли по доверенности или по заявлению. Не более того. Пенсионер-юрист? Ты сказал, что все эти разбирательства, которые длятся уже несколько месяцев, вообще того не стоят. Вот вы, чтобы он это сказал или что поедет? Я тоже так да. Даже не стоит. Вообще он сказал, что не было никакого покушения на убийство. Вы считаете, что было? Я вопрос, кажется, задаю. Мне кажется, и суд так считает, раз он право от дела, то в другой статье совершил. С предъявленными, на данный момент, обвинениями вы согласны, правильно? Ну, а как я могу быть не согласен? Мне кажется, это очевидно. Нет? То есть, в причине квалификации дела, с предъявленными обвинениями я согласен. Я никогда и не говорил, что я с ними не согласен. Был ли какой-то у вас сегодня диалог с Никитой? Как вообще он? Нет, у нас одного диалога с ним достаточно, мне кажется, было. С можем спокойно отоснуть друг от друга. Может быть, с господином Добровинским, о чем мы сегодня говорили? Или с адвокатами Никиты? Мы не разговариваемся. Они разговариваются с свидетелями. С нами, черт говорит. Мы же признали вину. Вы этого никак не пометите. Может быть, договаривались о какой-то финансовой составляющей? Мы не знаем, еще никто не предъявлял никакой финансовой составляющей. А потом они же вроде сказали, что им не нужно это. Деньги их не интересуют. Значит, ничего и не будет, я так понимаю. Я так понимаю, что они будут заименять гражданские. До этого говорили, что не будет. Что деньги не интересуют. Но только за всех судей. Но вы, если все-таки заявят, вы готовы? Готовы, конечно. Все будет в рамках того, что постановят суд, наверное. Будь все он достал, уже рюкзак оказался где-то. Да, и сегодня выяснилось, что их свидетели теряются в показаниях. И даже не могут четко указать, в какой обуви был Роман Широков. То есть мне пришлось настаивать на том, чтобы показывали фотографии. И уж перепутать, извиняюсь, фирма, производитель Nike и Adidas. Но это было, наверное, глуповато. По-сейдности, в рюкзаке у Данченкова были кроссовки Adidas. И они никак не коррелируются с обувью, в которой был Роман. И там действительно нет шифов, о которых они изначально заявляли и кричали, что их хотят убить. Поэтому это было, наверное, глупо и позорно, наверное. Просил удар, он что-нибудь говорил, и все не успел. Да ничего он не говорил, не просил удар, а не все. Это мощный феорист, но опять можно, если ладуя от этого, от этого. Вот он пытался сегодня. Ну вот пусть судья пытается это теперь сделать. Есть видео, на котором он не квалифицированно и недобросовестно оценил игровой момент, что призвано судейским, и не только судейским, футбольным сообществом. Об этом говорят все, и это очевидно. Он не признает очевидный факт. То есть если мы в отношении, то есть вот конкретно Роман признает содеянное, как недостойный поступок, как правонарушение, то, по моему мнению, вызывающий сомнение в своем мужском начале судья, даже не может признать очевидного факта в том, что он неквалифицированно или умышленно неквалифицированно сделал игровой момент, как бы осудил его недостойно. Ну вот о чем здесь говорить дальше. Пусть он до всех судей, как он говорит, свои обвинения пытается поддержать. Ну никто и не возражает, собственно. Получил в глаз, а получил. Что теперь? Считаете ли вы, что приключение Александра Добровицкого это некий пиар, в том числе самого Добровицкого? Конечно, ему надо показать, наверное, что он еще в состоянии хотя бы в каком бы то ни было качестве, по каким бы то ни было основаниям принимать свое участие, которое, в принципе, мало того, что это право потерпевших. Если им нужна поддержка юриста-пенсионера, который не владеет в достаточной мере нормами права Российской Федерации, то есть после того, как он в процессе с известным нам Ефремовым попросил привести свидетелей к притяге, этот человек для меня перестал быть, в принципе, не только адвокатом, но и юристом нормальным. То есть как бы это позорище и смешной пенсионер, не более того. Что я могу еще на это сказать? Роман, а ты что думаете? Человек пришел, как раз, с адвокатом. Думаете, он поможет? На уровне вымогательства денег, заявленных гражданских исков? Что, к чему они выхватывают, к чему? Что будет на следующем заседании? Допросит оставшихся свидетелей. Допросит, возможно, придутся решения. Вы сейчас так настроены. Изменят ли что-то в этой запрошенной? А что может измениться? Там, не попросить. Вон, это ваше. Давайте к пенсионеру, а то подморозят. А какое число принесли? Неделя ровно.